Повышение объемов производства ячменя, рекордный экспорт зерновых. Об этом и не только смотрите в сегодняшнем выпуске. С вами новости агробизнеса и я их ведущая Татьяна Шапира. Производство ячменя в Украине достигнет около 8 миллионов тонн. Наблюдается активное продвижение уборки урожая. На этом этапе можно рассматривать прогноз по производству сельскохозяйственных культур в 2017 году более детально. Если урожай будет выше ожидаемого уровня, цены на ячмень останутся стабильными. Рассматривая пшеницу, объем урожая должен составить около 25 миллионов тонн. Ожидается, что урожай рапса и гороха превысит 2 миллиона тонн и 1 миллион тонн соответственно. Сотрудники налоговой полиции в Николаевской области остановили незаконный экспорт зерна на 46 миллионов гривен. В рамках проведения операции рубеж-2017 сотрудниками Государственной фискальной службы совместно с Генеральной прокуратурой проведен обыск на территории одного из портов города Николаева в зоне деятельности таможни Государственной фискальной службы. Выявлено и изъяда сельскохозпродукции, пшеница, ячмень. По данному факту зарегистрировано уголовное производство. Проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия с целью привлечения к ответственности лиц, причастных к совершению противоправных действий при экспорте товаров, а также возмещения в полном объеме нанесенного государству ущерба. Напомним, что в Невропетровской области остановлен незаконный экспорт 676 тонн подсолнечного масла. По итогам 2016-2017 маркетингового года Украина установила новый абсолютный рекорд по экспорту зерновых – 43,9 млн тонн. Из них зарубежные поставки кукурузы составили около 21 млн тонн, пшеницы – 17,5 млн тонн, ячменя – около 5 млн тонн. Крупнейшими покупателями украинского зерна по-прежнему были страны Африки, Азии и Европы. Заметные доли в экспорте зерновых приходились на Нидерланды, Испанию, Италию, Индию и Китай. Иран, Израиль, Тунис и Бангладеш обеспечивают почти 70% стоимости экспорта продукции данной товарной группы. Крупнейшими покупателями выращенных в Украине масличных культур стали Турция, Иран, Египет и Италия. Совокупная доля этих стран составила около 60% доходов от реализации этих культур. Предприятие «Запласский сахарный завод» в Одесской области будет переоборудовано для производства масла и биотоплива. Уже в этом году предприятие приступит к выпуску подсолнечного и кукурузного масел. На заводе планируют запустить теплоэлектроцентраль, а через три года он начнет производить биотопливо. ТЭЦ будет работать на пилетах из агропродуктов. Этанол планируют делать из шелухи семечки и стеблей кукурузы. Инвестором выступила компания «Укртепло». Проект по этанолу помогал готовить Колумбийский университет. Запуск нового производства позволит создать больше 600 рабочих мест. Всего в Одесской области три сахарных завода – «Запласский», «Котовский» и «Красноокнянский». Жизнь аграрного бизнеса не стоит на месте. Государственная продовольственная зерновая корпорация Украины по-прежнему ищет эффективного топ-менеджера для компании. По мнению экспертов аграрной отрасли, в последние пять лет в агропромышленном комплексе остро не хватает высококвалифицированных кадров. Об изменениях в топ-менеджменте компании подробнее на latifundis.com С вами были новости агробизнеса. Всего доброго!